здравствуйте дорогие друзья с вами я елена это юго-восток беларуси 5 зона зимостойкости роз розы полностью уже зашли на вторую волну цветения что-то из растений очень очень радует но некоторые розы болеют у меня предыдущих выпусках я показывала вам чем я обрабатываю розы как обрабатываю какие мои баковые смеси и какой я делаю профилактику роз вы давно кто со мной на канале знаете что я как бы стараюсь профилактику делать постоянно роз но в этом году очень-очень конечно же аномальный год причем понимаете какие-то кусты очень сильно болеют хотя у меня и загущенные посадки потому что розы разрастаются когда садишь хочется чтобы было красиво много и сразу но увы когда проходит время конечно же показывает опыт что все-таки розы нужно садить на очень хорошем расстоянии чтобы они проветривали чтобы достаточно попадала им солнышко сегодня я вам расскажу и покажу какие меры я буду принимать и как той какой буду коктейль составлять одновременно для подкормки и для лечения роз у меня в этом году некоторые розарии поражены черной пятнистостью вы я так думаю что в этом году это бич у многих-многих розария для многих розоводов я применяю фунгициды и профессиональные и не только и конечно же скажем так практически я победила эту болезнь но все равно сейчас осень август месяц у нас конечно стоит аномальная жара для нашей климатической зоны это не типично у нас стоит жара днем 32 градуса 31 градус ночью 17 градусов и как многие говорят что в основном черная пятнистость или гриб который называется марсоний он очень очень быстро размножается при влажных условиях там где идут и дожди и все может погибать при температуре которая выше 30 градусов вы знаете даже возможно не соглашусь с этим потому что стоит очень сильная жара но пятнистость распространяется все равно идет и конечно же если это пятнистость идет осенью то это нормальный процесс для роз потому что ночи холодные перепад температур это может быть нормальное явление но в этом году у моих розариях идет болезнь я это не скрываю роз много и мне многие задают мои подписчики вопросы какие розы не болеют вообще вы знаете розы многие розы не болеют но многие у меня первая роза заболела черной пятнистостью кроме принцесса маргарет это роза дэвида остина остинка и как-то вот там где рядом находятся эти розы розарий и гриба этот очень быстро распространился на рядом посаженные посадки я применяла фунгициды многие эридомил голд применяла и коллоидную серу вот предыдущий выпуск у меня был через 12 дней то нам надо было сделать опять повторную обработку но вы знаете я не стала применять еще раз колодную серу честно скажу но как-то мне стало очень жалко в рождении в этот раз я составляю коктейль из дополнительно будут будет удобрение конец августа азот я полностью исключаю у меня будет монокалий фосфат содержание только фосфора и калия через недельку где-то это начало сентября будет я уже буду полностью под корень подкармливать розы калий магнезией вот но сейчас начинается вторая волна некоторые розы полностью уже зашли на вторую волну некоторые еще стоят в бутонах поэтому я обязательно в баковую смесь сейчас добавляю удобрение я вам покажу что я буду применять также у меня будет присутствовать здесь инсектицид от вредителей потому что в любом случае бутоны появляются цветы появляются и вредители тоже есть поэтому я буду смешивать буду добавлять микроэлементы у меня постоянно в саду присутствует хлороз почва песчаная все подкормки которые я делаю очень очень быстро вымываются из почвы тем более под корень у меня подкормки только идут в начало весны начало вегетации роз дальше весь сезон у меня идет в неконековне корневые подкормки по листу вот сегодня у меня такой будет коктейль чек я буду применять инсектицид конфидор я думаю что многие его знают полтора грамма идет на 10 литров воды все пропорции внизу под видео я подпишу расскажу сколько я буду брать буду брать обязательно как я сказала ранее монокалий фосфат мое любимое удобрение я как бы от плантофолом хотя он у меня и есть я отошла потому что розы кордеса которые у меня их много они подвержены заболеваемости после подкормок по листу плантофолом поэтому я стала заменять другими удобрениями обязательно буду добавлять в коктейль мегафол проводник удобрения липосам прилипатель фалькон в этот раз буду применять это фунгицид именно черной пятнистости и буду при добавлять брексил и у меня бан не обращайте внимание это баночка у меня из-под актара но здесь я вы посылаю смешала брексил и здесь брексил мульти и брексил комби я все это перемешала и буду добавлять как я сказала пропорции чтобы время не занимать я все пропорции внизу под видео на 10 литров воды все напишу единственная всегда говорю об этом повторяю в выпусках что правильно делайте смешивание ничего не сворачивается от с этих со всех препаратов что я показала просто правильную последовательность смешивания я сразу добавляю в воду удобрения потом добавляю мегафол потом идут фунгициды плюс инсектициды брексил и какие-то у добы идут микроэлементы и последний прилипатель ничего не сворачивается вот многие у меня спрашивали какие розы не болеют сейчас перед вами роза красная шапочка внизу конечно есть заболеваемость как вот просматривается видите пожелтение желтых листочков но это уже возможно скажем так все таки это конец августа вот и посадки загущенные и куст уже огромный большущий такой прямо ему место место много нужно рядом с ним cherry girl она как обычно немножко такая то моя любимица моя труженица но позже всех начинает зацветать и на первую волну и на вторую вот это шилигер забыла как называется извините напишу как она называется агнес шилигер да тоже если внизу немножко желтых листочков но как я сказала все-таки осень мучнистую росу я победила полностью меня в моем розариях тут по их нету ну а черная пятнистость конечно же присутствует вот только-только вот чеппиндейл еще в бутонах будет он тоже на вторую волну как-то немножко позже ведь розы чистенькие но все равно просматривается листики есть поэтому сейчас осенья фунгициды применяя их меняю у кого нету фалькона пожалуйста берите скор берите топаз вот эти фунгициды тоже помогает вот розочка просматривается карамела у меня их два куста в разных розариях и как я сказала через недельку это мэри энд тоже она только-только заходит на вторую волну красавица эта веточка пастела конечно мы все разоводы очень хотим видеть наши розарии чистые тем более осень сейчас будем готовить наши розочки к зиме надо чтобы у роз был хороший иммунитет для того чтобы они очень хорошо вошли в зиму были крепкие здоровые потому что лист черной пятнистости он распространяется очень быстро на листике появляются пятна тут же эти пятна они засыхают осыпаются все под розариями обязательно нужно вычищать работа конечно огромная конечно же у кого там 10-15 кустов роз это ничего никаких трудностей не составляет но моем розарии уже сейчас более 200 кустов роз и конечно же труд это колоссальный в это у кого роз много вы об этом тоже знаете вот красная шапочка красавица только заходит через недельку подкормка калий магнезии подкой под корень я на свои розы беру 15 килограмм удобрения вот такая калий магнезии она гранулированная обязательно буду подсыпать по под корневую систему по влажной почве чтобы хорошо хорошо были пролиты розы это обязательное условие потому что все подкормки именно под корень должны розы корневая система должна быть хорошо напоена и пролита потом буду подсыпать под каждый кустик граммный на 30 где-то если кусты огромные плетистые розы по два с половиной по три метра то конечно же буду подсыпать грамм по 40 я никогда не мерю я беру горсть рассыпаю и заделываю приствольный круг но сейчас самое главное условие у кого черная пятнистость я падает лист обязательно обязательно вычищайся все свои розарии потому что этот гриб уйдет в зиму и розы могут поразиться и плохо перезимует потому что и роз иммунитет ослаблен все тоненькие веточки обязательно нужно будет вырезать вот розочка лоранка броль тоже немножко она поражена черной пятнистостью но стараюсь розарии поддерживать вот на сегодня такой выпуск всем спасибо кто был со мной всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал буду рада новым гостям всем всего доброго и до свидания пусть ваши сады цветут розы будут здоровы и радует вас всем пока пока